ВОВХЕД Вы таки будете смеяться, но Азероту вновь угрожает Легион. И это все, что хочется сказать про сюжет. Ведь при всем уважении к глубокому, как воронка подземья, лору Варкрафта, когда пафосная завязка про угрозу мировой величины стремительно сменяется сюжетами в духе «Убей, принеси, освободи и косплей Инквизитора в эпоху драконов», следить за основной историей становится не так интересно. В любом случае, если вам важно узнать о хитросплетениях судеб давно позабытых, но вернувшихся в ВОВ героев, типа Изеры, Маев или Дана, то Андрей Артамохин все это уже подробно и в красках описал на нашем стриме. Ну а я лишь поведаю о движущей силе истории, столпах созидания. Это четыре артефакта, которые и будут толкать локомотив сюжета. Состав этот мчится по новому континенту, расколотые острова, на котором нам и предстоит качаться с сотого по 110 уровень, и над которым застыл Даларан. Да, несчастный многострадальный город снова переехал и снова стал хаб столицей. Локации, слава Гул'дану, радуют глаз каждая по-своему, хоть исполнены в уже знакомых стилях. Крутогорье, тауреновые пейзажи, Вальшара, она же зона тотального падения фпс, леса ночных эльфов, Штормхейм, ревущий фьорд, даже музыка один в один. В данный момент на расколотых островах, по устоявшейся традиции, доступны только наземные маунты. Недаром, что вертикальность некоторых участков преодолима штатными средствами, типа крюка, с помощью которого можно покорять почти отвесные скалы. И первая отличительная особенность легиона, очередность покорения локаций игрок выбирает сам, а мощь противников и качество получаемого шмота подстраивается под текущий уровень персонажа, что как минимум провоцирует тотальный разброс по силе других, встречаемых в процессе прокачки, игроков, открывая безграничные возможности в плане безнаказанного отвешивания леща нубом лоу-левелом или получения люлей от 110 нердов. Но что расстраивает, а казуаливание WoW дошло до той стадии, когда даже на пвп серверах поднасрать герою противоборствующей фракции, и стянув у него, например, квестовый предмет из-под носа, не получится. Все подобные интерактивные объекты для каждого свои. Но тут вы сами для себя решите, плюс это или минус, в меру своей испорченности. Квесты хоть и работают по схеме под названием «Проклятие ММО», то есть убей 10 ящиков, собери 20 заложников, освободи 8 гопников, в вопросе описания происходящего до уровня абсурда миссов Пандария не скатываются. Учить смирению через пропалывание сорняков яростного героя Орды никто не будет. Лиджин хотя бы старается относиться к игрокам, победившим короля леча, с уважением, оставляя кроссоверы кунг-фу панды и веселого фермера в прошлом. Близзард не пропила ни свой фирменный стиль, ни юморок, сопровождая Гринт впечатляющим количеством сюжетных сценариев с катсценками и просто забавными ненапряжными квестами с пошутейками, которые проскакивают то тут, то там. Все это время вы, кстати, смотрите на персонажа нового класса – Охотник на демонов. Иллидари, последователи Иллидана Ярость Бури, ослепленные, чтобы обрести призрачное зрение, обученные забирать силу поврежденных демонов и снабженные прочим пафосом, оказались... НЕ ГОТОВЫ Потому и были заточены в местный аналог Криокапсулы, а пробуждены уже в наше время, дабы сразить вновь явившийся Легион. В Альянсе они доступны православной расе брутальных ночных эльфов, ну а в Орде – метросексуальных кровавых. Что касается самого класса, то это боец исключительно ближнего боя – шустрый, маневренный и парящий в воздухе. И ей-богу, двойной прыжок и планирование – веская причина играть за Димон Хантера. Разработчики не стали высасывать из пальца три ветки талантов. Уже давно не ветки, а таблички, но об этом позже. Ограничив мини-элиданов всего двумя – боец и танк. Чисто логическая претензия, основанная на испаряющихся от аддона к аддону хлорофиллах и из некогда зеленой травы. Если раньше танками были паладины и воины за счет латной брони и щитов, а также друиды по простой и понятной причине – свирепый медведь, то потом появились рыцари смерти, которые могли танчить просто потому, что латы, а затем и вовсе монахи, потому что бухлишка и шаолинь. Ну а теперь охотники на демонов в максимум кожаной броне способны исполнять роль танка, потому что… магические татуировки. Шикарно. Но к черту, такие придирки. Не та вселенная. Что важно, так это особенности класса, заключающиеся в поглощении откалываемых фрагментов души противника, имеющихся эффектов контроля игроков – это исключительно стан, зато в ассортименте, а также упомянутая маневренность и способность входить в асрал, который и волхак, и детектор подкрадывающихся в инвизе разбойников с друидами. Такие детали по большей части важны в ПВП, но про местный баланс я заикаться пока не рискнул. Время покажет. Ах да, класс героический, как и рыцарь смерти, а значит стартовый уровень сразу 98-й, а начальная цепочка квестов эпично трагичная, как и подобает истории про героя. А ресурс для использования способностей – гнев. Ничего нового. В Легионе полностью был переработан подход к основному оружию героев. Теперь после выполнения цепочки заданий персонаж получает конкретное, трофейное. Для каждой специализации оно свое, имеет собственную историю и уникальную сюжетную линию. И что самое интересное, его можно прокачивать. Однако это и самое спорное нововведение. С одной стороны, усиливается оружие по принципу давно забытой и многими любимой ветки талантов, смена которой на новую систему в свое время подняла чуть ли не рекордную по размерам волну недовольств. Мы точно так же имеем некоторое количество перков с разными бонусами, у многих из которых по несколько уровней прокачки. Но с другой стороны, у нас на руках на последнем 110 уровне нет конкретного количества очков, над грамотным распределением которых необходимо поломать голову. У нас есть необходимость гриндить силу артефакта. Предметы, дающие ее и позволяющие приобрести очередной перк, сыпятся отовсюду. С простых мобов, в рейдах, в подземельях, квестах оплота класса, батлграундах, с ящиков, с дуба, с неба, с чего угодно. Но цена каждого последующего бонуса артефактного оружия растет с арифметической прогрессией. Не говоря уже о том, что для каждой специализации ветка своя, как и валюта для ее заполнения. Что касается оплота класса, то это в принципе тот же гарнизон из Warlords of Draenor, но с несколькими приятными изменениями. Зданий для постройки больше нет, выбирать приходится лишь между талантами оплота, что дают некоторые бонусы. Зато, как нетрудно догадаться, для каждого класса подобная хаб-локация своя. И не только в плане ее расположения и дизайна, но и заданий для развития оплота, и даже легендарных бойцов, которых нужно рекрутировать для выполнения знакомых нам гарнизонных квестов. Ну а самым главным в World of Warcraft остается, разумеется, хай-левел контент. Я, хоть убейте, не знаю, что рассказать про ПВЕ. Новые данжи и рейды, да, само собой. Новые боссы, новый дизайн интерьера подземелий, разумеется. Но суть остается прежней. Зачищаем трэш, убиваем босса, переходим к следующему, повторяем, пока не надоест. В целом, ничего не поменялось, кроме еще большего деления по обычной героичной эпохальной сложности. Режим игрок против игрока дополнение модифицировало куда сильнее, сводя практическую пользу от мощной экипировки к минимуму. Теперь характеристики персонажа при его попадании в ПВП-зону принимают конкретное значение, зависящее от специализации, дабы все игроки находились примерно в одинаковых условиях. Примерно, потому что качество шмота все же оказывает некоторое влияние на статы, но небольшое. Специального ПВП снаряжения нет. Валюты в виде очков чести и завоевания тоже. На смену им пришла система прогресса, открывающая по мере зарабатывания чести в соревновательных режимах доступ ко все новым талантам, ориентированным на игру против других игроков. За исключением ряда общих умений, таланты чести для каждой специализации по большей части свои. Уникальные. И битвы на полях боя с аренами должны с подобным нововведением стать куда более сбалансированными, с увеличенным влиянием на исход стычек скилла, а не топового шмота. Классы, в свою очередь, тоже подверглись изменениям. Как в плане вариативности игрового процесса, к примеру, в спеке Охотника Выживания теперь основным является простое двуручное оружие, а не дальнобойное. А разбойник специализации бой был заменен на головореза с огнестрелом за пазухой и с возможностью подкупа враждебных NPC, так и в плане еще большего оказуаливания на пути к возрастному рейтингу для детей от 6 месяцев. У воинов отобрали стойки, у рыцарей смерти исчезло разделение на типы рун, а длина серии приемов разбойника теперь привязана к самому разбойнику, а не к его цели. Что еще больше упрощает игру, за и без того самый двухкнопочный класс в игре. Если мы говорим про ПВЕ, разумеется. Из окна персонажа убрали все, что плохо лежало, и даже то, что лежало хорошо, включая текущую скорость передвижения. Трансмагрификация стала удобней, наследуемые предметы были вынесены в отдельную вкладку, анимация персонажей была перерисована, было сделано столько всего нужного и ненужного, что Лиджин получает от нас похвально. Не проходняк, потому что это годный аддон. Потому что Blizzard продолжает продвигать новые идеи, многие из которых вписываются в игровой процесс весьма органично. Компания разбавляет как может покрывающуюся с каждым годом все новыми слоями мха концепцию World of Warcraft, свежим подходом к подаче сюжета и доведением до ума не совсем удачных наработок прошлых частей. Но и не изумительно, ибо неоднозначных нововведений не меньше. Пляски на костях старых врагов Азерота, очередное вторжение Легиона, высасывание из пальца новых конфликтов, их участников и роли этих участников в этих конфликтах. Оказуаливание всех аспектов игрового процесса уже необратимо, причем давно. Но так ли это плохо? Ответ у каждого свой. И градус недовольства ежегодным упрощением геймплея, что логично, прямо пропорционален количеству свободного времени отдельно взятого игрока. Blizzard все сложнее с каждым годом удивить олдфагов, продолжающих гневно орать «Верните Бернинг Крусейд». Что уж там я сам из таких, только скучаю по RF of the Lich King. Однако фанатам этой MMORPG в любом случае опробовать дополнение строго рекомендуется. Каждый аддон в мире Варкрафта, как ни крути, освежает игровой процесс, изменяет некоторые его элементы порой до неузнаваемости, и на несколько месяцев все равно способен затянуть в игру с головой. Лог Таругар и до встречи на СтопГеймРу. Субтитры создавал DimaTorzok